Поскольку Россия является оккупированной территорией, то в соответствии с законами, на оккупированной территории законы, особенно в первое период времени, пишут оккупанты. Так вот, по законодательству Горбачев не подлежит ответственности. То есть так написано в законодательстве. Мало того, события 1991 года, например, Владимир Владимирович Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой. Ну, действительно. В результате этой катастрофы изменилась жизнь, ухудшилась жизнь сотен миллионов людей. И трагически оборвалась жизнь в силу этой катастрофы, как следствие, миллионов людей в разных конфликтах, процессах и так далее. Там один чеченский процесс чего стоит. То есть это катастрофа, привезшая к гигантским человеческим жертвам, измеряемым миллионами людей. И посмотрите, ни одного следственного действия. У нас, если человек мешок картошки украдет, возбуждается следствие, допрашиваются свидетели, снимаются показания и определяется. Виновен он или невиновен. Произошла крупнейшая геополитическая катастрофа, никаких следственных действий, никакого исследования фактов, правоохранительной системы, никакого допроса свидетелей, никакого изучения документов, ничего. То есть на оккупированной территории победители США запретили поднимать вопрос 1991 года. Мало того, пропаганда работает так, что она искажает информационное пространство. Например, я уже упомянул, Беловежские соглашения, которые вообще ничего не значат, раскручиваются как фактор ликвидации Советского Союза. А решения высших органов власти, съезда, в котором была специальная группа проамериканская, межрегиональная, Горбачева, указы о ликвидации, они вообще не упоминаются. Вот я вот смотрю фильмы официальные этого периода, там вообще не упоминаются многочисленные документы о ликвидации Советского Союза, подготовленные, подписанные и организованные Горбачевым. Его окружение, там же он собрал целую команду вокруг себя агентов, влияние, тот же Яковлев и многие другие. Ни одного. То есть идет сознательное искажение фактов 1991 года. Почему мы и говорим, что восстановление суверенитета начинается с правды, потому что граждане России не знают и Украины, и остальных, как ликвидировался Советский Союз. Чтобы мы это узнали, надо возбудить уголовное дело по катастрофе, поднять материалы этого уголовного дела и в рамках исследования этих событий ответить, кто чего я сделал, где что произошло, и кто в этом виноват, раз произошла катастрофа. Кто за это отвечает, кто нарушил какие законы. Этого сделано не было, а с этого надо начинать.